ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Достаточно просто не сортировать мусор. В среднем один россиянин производит 450 килограммов мусора в год. И до недавнего времени 93% всего этого добра отправлялось на полигоны и свалки. Главная проблема состоит в том, что большую часть того, что мы выбрасываем, составляют отходы, которые разлагаются десятки, а то и сотни лет. Так, упаковки из фольги, чтобы полностью исчезнуть, потребуются не менее 100 лет. А резиновым покрышкам 150. Привычные всем губки для мытья посуды разлагаются два столетия. А пластик от 450 до 1000 лет. Кстати, про пластик. Команда американских ученых заморочилась вопросом производства пластика и выяснила, что в период с 1950 по 2015 год было произведено 8,3 миллиарда тонн этого материала. И 6,3 миллиарда из этого объема сейчас мусор. Ученые утверждают, если все останется как есть, к 2050 году эта цифра вырастет до 12 миллиардов тонн пластиковых отходов. Только задумайся. В 50-х годах прошлого века в мире производилось примерно 2 миллиона тонн пластика в год, а в 2015 уже 400 миллионов. И еще одна проблема. Это метан. Свалки являются третьим по величине источником этого газа на планете. А он способствует усилению парникового эффекта и уменьшению доли кислорода в атмосфере. Все это понятно, но вряд ли лично я что-то могу изменить, скажешь ты. И ошибешься. Если будешь сортировать отходы, то количество лично твоего мусора на свалках может уменьшиться на 80%. А что если это будут делать твои друзья и знакомые? Во многих странах мира уже просекли эту фишку. Например, в Германии еще в 70-х годах существовало около 50 тысяч свалок. Но 1 июня 2005 года их запретили. Сегодня немцы перерабатывают до 80% своих отходов. А в Швеции эта цифра достигает 99%. Отходы либо перерабатываются, либо сжигаются для получения тепловой энергии. Почему же так важно сортировать отходы? Просто не весь мусор можно переработать. Для того, чтобы решить эту проблему, во многих дворах Москвы появились контейнеры синего и серого цветов. Синий контейнер предназначен для отходов на переработку, а серый для смешанных отходов. В синий можно выбрасывать бумагу, металл, стекло, тетропак и пластик, если он подходит для переработки. Всего существует 7 видов маркировки пластика. Пластик, помеченный маркировкой с цифрами 3 и 7, класть в синий контейнер не следует. Информация о маркировке пластика легко гуглится. Нельзя также бросать в синий контейнер бумажные стаканчики, салфетки, полотенца и чеки. Все это должно быть отправлено в серый контейнер, вместе с пищевыми отходами, средствами личной гигиены, а также загрязненными емкостями для продуктов. Важно еще и мыть все то, что ты собираешься положить в синий контейнер. Когда отходы перед переработкой будут разбирать, грязные емкости просто выбросят, и весь смысл сортировки будет потерян. По официальным данным за первые полгода 2020-го, объем вторсырья для переработки увеличился на 60% и составил 413 тысяч тонн отходов. Not bad! Во-первых, из вторсырья будет производиться все больше классных вещей. И это без большого расхода ресурсов, которого не избежать при первичном изготовлении. А это сэкономит много денег, которые можно потратить на что-то важное. Во-вторых, планете явно станет легче жить и дышать. Сократится вырубка лесов, замедлятся необратимые изменения климата, но и животные будут чувствовать себя лучше. Ведь многие из них лишаются среды обитания из-за загрязнения и вырубки лесов. Кроме того, они часто принимают мусор за еду. В-третьих, у тебя сформируется так называемое экологическое сознание, которое позволит прекратить бездумно тратить деньги и разумнее относиться к потреблению. В общем, если ты еще не сортируешь отходы, самое время начать. Система раздельного накопления отходов в Москве направлена на то, чтобы облегчить тебе переход к осознанному и ответственному отношению к окружающей среде. Простая и легкая система утилизации поможет научиться сортировать отходы и делать это быстро и без проблем. Меняй свой двор, свою улицу, свой город, выбирая правильный контейнер синего или серого цвета. И ты очень скоро заметишь, как преобразится место, в котором ты живешь. Есть вопрос? Вступай в группу научпока ВКонтакте. Там можно спросить обо всем, что не дает спать ночами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...